Медведя заприметили и издали. Теперь главное подлететь минимум на 30 метров, попасть в него снотворным и надёжно усыпить. Доза рассчитана на среднего хищника весом 250 килограммов. Через несколько минут хозяин Арктики глубоко заснул, а при ближайшем рассмотрении на радость учёным оказалось, что это вовсе и не хозяин, а хозяйка. На самцах ошейники не вешаются, потому что охват шеи самца больше, чем охват головы, поэтому ошейник сваливается через голову. Судя по всему, молодая и упитанная медведица на сушу со льдов сошла недавно. Её измерили полностью от лап до зубов, срезали немного шерсти, взяли кровь на анализ. Мини-лабораторию развернули прямо на месте, на кордоне Гыданского заповедника. Это эритроциты белого медведя. Кровь – бесценный материал для проверки здоровья, качества питания и уровня загрязнённости мест обитания. Учёные медведицу не бросают, ждут, когда проснётся, чтобы понять её состояние. Остров Велькицкого и вновь удача. Невероятно. Но эта красавица ещё толще – по пятибальной шкале на твёрдую пятёрку. Скорее всего, на дрейфующем льду медведица удачно поохотилась на тюленей. По последним наблюдениям, всё больше медведей остаются на островах. Оставаясь на островах, естественно, они не получают должного питания. За передвижениями медведиц теперь можно следить целых полтора года, пока ошейники не отключатся и не отпадут с них сами. Экспедиция должна выяснить, как влияет климат на состояние льдов и, соответственно, миграцию медведей. Как они выживают на Ямальских островах и чем питаются летом. КОНЕЦ